Михаил Юрьевич Лермонтов Но вот автопортрет Бесценное свидетельство Может быть наиболее верное, как на исповеди Стремление понять в себе что-то самое главное Страстная жажда правды Ненависть ко всякой фальше Мучительные ощущения одиночества В жизни и в поэзии Лермонтова неразделимы Тарханы Это не очень далеко от Москвы по русским масштабам Всего несколько сотен километров Здесь, в поместье бабушки Провел Лермонтов свое детство Обычный барский дом Гостиная С непременными семейными портретами на стенах Мать поэта Она умерла совсем молодой Когда Лермонтову было всего три года Отец поэта Драматично, что с отцом Лермонтов почти не виделся Это было условие бабушки поэта Елизаветы Алексеевны Взявшей Лермонтова на воспитание Елизавета Алексеевна Арсеньева Сильная, умная, властная женщина Портрет трехлетнего Лермонтова Работы крепостного художника Лермонтовские заметки от детства скупы Воспоминаний сохранилось немного Но во всех воспоминаниях Лермонтов Сосредоточенный и мечтательный мальчик Находящий наслаждение в одиночестве Одаренность Лермонтова проявилась рано Он превосходно лепил из цветного воска Много рисовал, читал Классная комната Здесь свободно звучала русская, французская, немецкая речь На книжных полках соседствовали классики русской и европейской культуры Москва, красные ворота Слева от ворота в этом двухэтажном каменном доме Лермонтов появился на свет в 1814 году Но когда осенью 1827 года бабушка привезла своего внука в Москву Для поступления в пансион Они поселились не здесь А в доме на Малой Молчанке, что около Арбата Учился Лермонтов много, с увлечением Юридические дисциплины, физика, музыка, рисование И над всем господствовало литературное направление Благородный пансион при Московском университете Сыграл такую же роль в жизни Лермонтова Как царскосельский лицей в жизни Пушкина В Москве Лермонтов начинает писать стихи Вначале робко, подражая своему кумиру Пушкину Гению русской литературы Лермонтов изучает английский язык, чтобы читать в подлиннике Байрона Его мятежная душа оказывается созвучной мечтанием Лермонтова Но вот два напряженных года учения в пансионе позади И Лермонтов поступает в университет Будущие писатели Гончаров, Герцен, Критик, Белинский Замечательные сверстники учились здесь вместе с Лермонтовым Но он мало бывает на занятиях Он пишет увлеченно, страстно, яростно, уединившись от всех Все, написанное Лермонтовым здесь, в этих стенах Сотни стихотворений, поэмы, драмы Он даже не пытается опубликовать Лермонтов увлекается музыкой Играет на фортепианов, леет и скрипки И вновь пишет Рассматривая причудливую сеть набросков Лермонтовским пером на обложке, рукописи Узнаешь, словно преследующий Лермонтов Лица и образы Здесь, как и в его поэзии и прозе Сталкивается земное и небесное Ангельское и демоническое Священное и порочное В этом мире потрясенная душа Ищет гармонии и счастья Но не находит его И по-человечески Лермонтов был глубоко несчастлив На этой его акварели В образе испанской монахини Изображена Варенька Лупухина Из семьи близких знакомых Лермонтову Когда судьба их разлучила Лермонтов надел офицерский мундир А Варенька вышла замуж Письма поэта по требованию мужа были уничтожены А этот портрет Написанный Лермонтовым по памяти Вместе с особенно дорогими ей рисунками и рукописями Удалось сохранить Мучительное одиночество Разъедающий душу скептицизм И в то же время страстная жажда жизни Гармонии Неповторимым образом отразились В характерах и судьбах Лермонтовских героев Символично, что Бородино Первое произведение, увидевшее свет По воле автора Было напечатано в пушкинском журнале «Современник» В год смерти великого поэта Известие о том, что Пушкин погиб на дуэли Потрясло Россию Казалось, это намеренное убийство И вы не смоете всей вашей черной кровью Поэта праведную кровь С отчаянием и гневом писал Лермонтов В стихотворении «Смерть поэта» Обвиняя в причастности к гибели Пушкина Правителей России Кавказ Сюда, в действующую армию Был сослан Лермонтов за это стихотворение Жить ему оставалось недолго Через 4 года он также будет убит на дуэли На Кавказе Лермонтов начинает вновь С увлечением рисовать Лермонтов, не будучи профессиональным художником Одним из первых начал писать Кавказ Эти романтические полотна поэт дарил и посылал своим друзьям Многие из которых впервые увидели Кавказ глазами поэта Среди картины пейзажей, разбросанных судьбой на многие годы по разным городам и странам Сохранилось и это Вид Пятигорска Как бы иллюстрация к герою нашего времени Внизу передо мной пестреет чистенький новенький городок Шумят целебные ключи Шумит разноязыкая толпа А там дальше амфитеатром громоздятся горы А в горах шла война И Лермонтов не только рисует ее и пишет стихи Он ее участник Пять месяцев поэт в самой гуще боев И ни единой царапины, будто он заговорен от пуль Пятигорск Домик Лермонтова Здесь поэту суждено было прожить последние дни перед дуэлью Походная железная кровать Форменная шинель Тенгинского пехотного полка И рядом небольшая комнатка, служившая поэту и спальней И рабочим кабинетом Рядом с кабинетом дверь в крошечную гостиную И тут же выход на небольшую террасу, где Михаил Юрьевич работал Непременная деталь убранства домика кавказского офицера тех дней Боевое оружие на стене Пистолет работы мастера Кухенрайтера Пуля из такого же пистолета оборвала жизнь Лермонтова на дуэли А вот и виновник рокового исхода дуэли Мартынов Считавшийся до того приятелем Лермонтова В этом доме вечером 13 июля 1841 года царило веселье Лермонтов, Мартынов, князь Трубецкой, Лев Пушкин Брат великого поэта были в гостях вместе с друзьями Здесь в гостиной три сестры и молодые хозяйки дома танцевали Шутили, выслушивали комплименты Провальсировав с одной из сестер, Лермонтов усадил ее на диван под зеркалом И вместе со Львом Пушкиным принялся смешить свою даму Мартынов в черкесске с кинжалом на поясе Стоял здесь у рояля, на котором играл князь Трубецкой И прислушивался к остротам поэта Когда прозвучал последний аккорд В тишине все услышали слова Горец с большим кинжалом Хозяйка дома вспоминала потом Мартынов побледнел Запусил губы, глаза его сверкнули гневом Он подошел к нам и голосом весьма сдержанным Сказал Лермонтову Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах Трудно, невозможно понять Как же случилось то, что в этот вечер Близкие друзья, окружавшие Лермонтова Не смогли предотвратить нелепого, безумного вызова на дуэль Предлог был смехотворно ничтожным Но ненависть Мартынова неподдельной Бесстрашная готовность Лермонтова испытать свою судьбу Известно всем 15 июля 1841 года Под проливным дождем В грозу К месту дуэли съезжались ее участники Многое осталось навсегда тайной Известно лишь, что Лермонтов намеренно выстрелил в воздух Где-то здесь, на расстоянии пистолетного выстрела Поэт упал на траву с простреленной грудью Он жил, задыхаясь от песен Скажет о Лермонтове спустя полвека Другой великий поэт Александр Блок В 1842 году Бабушка поэта перевезет Прах любимого внука в Тархана В семейную сыпальницу Тарханы стали навсегда местом Паломничества все новых поколений В которых никогда не умрет Память о жизни и творчестве Любимого поэта Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok